Византия продолжает свое восстановление, на дворе у нас 1474 год, за прошлую первую серию мы разрослись до таких вот границ, и я благодарен вам за столь теплый прием прохождения, поэтому выпускаю как можно быстрее новую часть. Цель на эту серию подъезд в Малую Азию, выполнить решение на захват этих регионов, и также продвинуться в Алахию, Молдавию и Сербию. На данный момент у нас очень много неправильной веры, также проблемы с культурой, много повстанцев, но я верю, что мы выстоим и сможем воплотить все наши планы. Первое интересное дело это союз с маленьким итальянским городом, посмотрите-ка сюда, союз готов, и 56-57, шанс того, что они станут нашим вассалом, то есть нам надо будет добить нужное отношение, и потом мы сможем сделать здесь вассала, а это удобно, потому что у данной страны, смотрите, сколько претензий. Кроме того, это претензии именно постоянные, перманентные клаймы, а значит мы можем не только сами здесь отъедать территорию, но еще и раскармливать своего вассала, тем самым у нас и в Италии будет сильный союзник, и нам не придется страть много административных очков. Небольшую войну провел, победил Дулкадеридов, здесь Кандар, и теперь знаете в чем проблема? Коалиции еще больше, но я обещал вам играть на грани, я играю на ней. У нас тут перемирие с Крымом, но пока нормально, я думаю идти сейчас на Битлес, потому что у него в союзниках Красавария и Газикумух, и обе эти страны вполне себе согласны в скором времени войти в коалицию. Поэтому давайте нападем, чтобы не было никакой коалиции, ну а заодно может еще и Трапезун под свой контроль заберем, мало ли нам это удастся. В итоге я вошел сразу же в две битвы, против Битлеса и его союзников, а также против Фалахии, потому что перемирие закончится, она готова была вступить в коалицию, так что да, сейчас немножко моя экономика пострадает, но это необходимо, чтобы эти страны не объединились в одну сильную коалицию. Кроме того, у нас до 1982 года есть время, когда перемирие закончится центральными вот этими странами, и потом придется еще и на них нападать. В итоге в январе 1479 года, посмотрите на то, какое количество стран согласно войти в коалицию против нас, да, вплоть до Киева и Чернигова, как видите, наша агрессивность распространилась, даже Моравия, Панония согласно Сербия в коалицию войти. Я уж не говорю про Низаридов и их соседей, здесь просто ужас. Но зато я вернул Трапезон под свой контроль, хорошую важную крепость забрал на будущее, также торговый пост, здесь земли почти объединил, и в целом обезопасил вот это вот центральные страны от будущих захватов и их соседями. Правда, все не так легко, у нас еще здесь хватает сильных противников, а также много стран, которые готовы вступить в коалицию, в случае чего достают нам ряд проблем. Например, у нас уже в коалиции против нас Кипр, что как бы не есть хорошо, сейчас еще стран туда пойдут, так что надо успеть на кого-нибудь напасть. Например, в 1981 году, посмотрите-ка на Болгарию, как раз вступается Киев, с ним коалиция не будет, и Болгарию до конца захватим под свой контроль. Ну а потом надо подумать что-нибудь насчет Сербия, а то она тоже на грани коалиции. Тяжело все же. Сейчас как грянет коалиции, и да, нас могут разбить, кроме того, с финансами все негладко, вроде бы страна огромная, но денег пока не хватает. В апреле 1482 года я разобрался с Болгарией, также замирился с Киевом на выплату репараций, посмотрите, границы подравнялись, кроме того, золото в Косово получили, ну и отношения Сербии вообще в минуса в огромнейшие, потому что она желает нашей провинции, как вы понимаете, теперь это наш новый враг. Но Сербия, Сербия, нам надо уже передвигаться сюда, у нас тут в июле перемирие заканчивается в Малайзии, надо будет очередную битву вести. Ну и в дополнение к этому у нас погиб правитель, и теперь периодически у нас, как видите, гражданская война. Здесь возможно восстание, надеюсь, что все-таки мы его не допустим. Коалиция понемножечку ширится, посмотрите-ка, Венеция, Крым, ряд мелких государств, Кипр там же, а значит, нам надо как-то с этим делом разбираться, и у меня самый идеальный вариант это просто заиметь хорошего сильного союзника. Да, у нас, конечно, оверотношения тогда будут, но это единственный выбор, который нам сейчас доступен. Можем Тунис, но в целом регион не очень-то удобный. Можем Чернигов, кстати, хороший союзник, кроме того, по вере, близки, так что давайте. У него, конечно, 5000, это ни о чем, Сицилия, кстати, тоже не особо сильна, поэтому разницы не будет. Можно еще взять Тунис, но тогда мы очень сильно просадимся с вами по дип очкам. Но с другой стороны, это хоть какое-то спасение от будущих проблем, а они у нас будут, с таким-то количеством ненавистников, так что, видимо, придется. Хотя можно и Мадьяра взять, они здесь даже более интересными союзниками смотрятся, они рядом. Пока я расширяться на их территории не планирую, кроме того, наверное, давайте Мадьяра все-таки возьмем. 10 тысяч тоже не так уж и много, но хотя бы точно их приведут в случае чего. Ну а следом мы объявляем войну и ретнем. Перемирие как раз закончилось. В союзах, смотри, Монташе и Рамазан как раз удобно, но Рамазан включать смысла нет. Это Германиян и Аккоин Лю. Давайте лучше Германиян на нашу сторону, хотя... Нет. Он будет тут по большей степени мешаться, потому что он желает эти земли, поэтому нападем лучше так. Что ж, 5 января 1484 года. Нападение коалиции. У них всего-навсего 100 с лишним тысяч солдат, в то время как у нас, в принципе, тоже сотни-то есть. Так что расклад пока более-менее приятный. И самое главное, что это нападает Сербия. А Сербия рядом с нами, значит мы сможем ее быстренько выпилить. Но проблема в том, что коалиция огромнейшая, а самая, наверное, грозная атака будет со стороны Низаридов, Аккоин Лю как раз, Крым и Сардыити. Но вот на севере с Венецией, Сербией, вот с этими странами, я думаю, мы разберемся. Кроме того, нас все союзники поддержали, а это, между прочим, большой плюс. Так что я этому очень сильно рад. Погнали сейчас на север выбивать Сербию. Ну и посмотрим, к чему нас все это приведет. Вот, главное, что германян за нас заступился, хотя вот стоило бы мне замириться, наверное, сейчас, вероятно, он бы нас кинул, потому что отношения в минус бы ушли атак. Все норм, все хорошо, погнали биться. Первая фаза войны идет достаточно хорошо. У нас октябрь 1484-го, как видите, здесь уже осады почти все взяли, за исключением тут крепости. Здесь уже столица взята, 11 уже счет. Армия врага стала больше. Кроме того, часть стран уже не готова воевать, хотя, что Эмеретия, что Чернигов не так важны. Притом, Чернигов сейчас, я надеюсь, вернется и выбьет как раз отсюда Орду. Здесь с Эмеретия тоже не страшно, она лишь униат Чернигова, так что все норм. Здесь очень неудобно, видимо, и некрасиво кары воюют. Они вроде бы что-то позахватывали, но отступили, а Кейнли почему-то оставили. Здесь Венеция, как видите, активно пытается влезть и взять территорию, но я вылезти и дать ей бой не могу. На воде здесь просто тотальное преимущество, поэтому пока отыгрывать через флот и православие в Византию частично выходит. Православие есть, а флота пока сильного нет. Но ничего, самое большее страдание, как я вижу здесь, да? Бедный-бедный маленький союзничек заступился за меня, а теперь страдает. Ну ничего не поделаешь. Давайте дальше, будем брать столицу Сербии. В итоге все основные войска переправились как раз на европейскую часть. Мы здесь Венецию подпилили, Сербию подпилили. Здесь земли тоже захватили, пару побед одержал сейчас тут. Ну а здесь, кстати, я бы не сказал, что незариды активно в атаку идут. Они, видимо, где-то заняты. А, да, они в Эфиопии в Кафе воюют. Вот, в чем у них проблема, они туда отвлекаются. Так что здесь Каракенлю, Германиян потихонечку иногда что-то где-то справляются. Хотя тяжело, Иерусалимы меня взяли. Но я сейчас выхожу сюда на бой. Надеюсь, здесь несколько хороших таких побед одержим. И в целом неплохо. Сербия уже полностью оккупирована. Со временем мне желание войти равно будет меньше. Кроме того, потери, посмотрите, 85 с лишним тысяч, 15 тысяч от истощения. Даже у нас не так много, хотя у нас армия-то меньше. И уже многие-многие реально пострадали. Наконец-то я поймал армию Сербии. Полностью уничтожен. Теперь счет аж 23. И они согласны на... Что они согласны? На то, что я верну только территории Сербии и все? Интересный, интересный расклад. Ну, посмотрим. Может быть, я сейчас соглашусь на такое. А может быть, если хватит сил, то еще раскидаю, чтобы вот эти территории не отдавать. Хотя, с другой стороны, это не такая уж и большая отдача за то, что мы с вами, может сказать, победили в этой коалиционной войне, которая реально тяжелая. Есть еще одна хорошая победа. Полный шот венецианской армии. 33 уже счета. И хоть они меня захватили здесь в Азии немножко регионов, это вообще не проблема. На 13, согласно. Ну-ка, на 4, согласно. На одну территорию. Хотя, если так посмотреть, то по захватам сейчас Кару выведут, Трапезунт возьмут, это плохо. Здесь не скоро осада, здесь тоже не скоро осада. Ну, здесь Рагузу возьмем. То есть, можно, конечно, на белое выйти, но толку от этого? Что белое, что такое? Но все же лучше белый. Я тут долбой. Еще одна победа там где-то была и 37 военный счет. Все. Можно замириться чисто на белый мир. Типа, никто не выиграл, никто не проиграл. Давайте. Просто 126 тысяч коалиция потеряла против 70 тысяч моих. Прекрасно. Прекрасно. Мне это нравится. То есть, они воевали, воевали. Пытались, пытались. И ничего вообще не добились. Теперь у них нет коалиции. А, нет, есть коалиция. То есть, она еще не распалась. Ух. Они еще раз будут пытаться через 5 лет. Ну, ладно, я готов. Кроме того, часть стран уже отпадет. Они уже сейчас, в принципе-то, не готовы в коалиции быть. В будущем их станет еще меньше в коалиции. Так что, нашим же проще. Союзы у меня со всеми остались. Один сейчас германиян покинет союз. Но это и не страшно. А мы сможем пойти в дальнейшее расширение. Захватить новые страны. Например, вот сейчас я могу спокойно напасть на Трапезун. Забрать Феодора. И минус одна страна в коалиции. Вообще же кайф. Ну что ж. Разыграл войну. Трапезун, Феодора наш. Единственная проблема в том, что в скором времени хочет события стрельнуть. Которые неприятные. Поэтому пока я подожду. Нам надо с вами минимум 50% мэнпауэра. Как раз чуть остается до 15 тысяч. И после можно замириться. И наверное посидеть какое-то время в мире. Подкопить селенки. И начать дальше захватывать. Все равно пока не могу особо идти в захваты. Потому что у меня почти со всеми соседями перемирия. Ну а потом, когда она закончится. Как раз таки в 92 году. То есть через 3 годика. Можно вдарить. И отомстить Сербии. А Кейнлил. Да и прочим соседям. Которые нас пытались уничтожить. Но мы не сдались. И вышли на белый мир. А через время окрепнем. И ударим в ответочку. Февраль 1492 года. Я переправил развитие в Константинополе. У нас миссия выполнена. На застройку. Минус 10% к развитию. Скорость строительства. И к времени строительства. А также центр торговли. Плюс 1. Поздравьте нас. Третий уровень торговли в Константинополе. Хорошие и прекрасные бонусы. Кроме того. Дальше у нас с вами есть бонусы. На меркантилизм. И на советника. А здесь на. О. Стены. Отлично. Давайте-ка. Больше гарнизонов в Константинополе. Это хорошая вещь. Советник тоже. Третий уровень. Неплохо. И. Метрополия у нас должна быть. Тогда плюс 1 миссионер. Ну давай. Давай. Сделаем метрополию. Я не очень их много делаю. Потому что. Они чуть-чуть. Но режут доход. Хотя с другой стороны. Они хорошие бонусы дают. Я что-то как-то под них подзабыл. Ну и давай. Плюс 1 миссионер. Теолог еще. Наступило 2 августа 1492 года. Перемирие с Калиционерами закончилось. И в Калицию уже. А Кейнли и Сербия вступилось. Но. Самое приятное. Германьян. С ним перемирие тоже закончилось. И он в союзе с Ак Кейнлю. Я конечно мог бы призвать Ак Кейнлю. Но тогда вступят и Сербия. И Орда. И множество других стран. Которые мне честно говоря. Сильно-то и не сдались. Поэтому чисто на Германьян нападаем. Забираем его территорию. Забираем потом территорию Ак Кейнлю. И надо будет думать. Как потом с Ретной себя вести. Потому что. Она в союзе с Незаридами. А нам эта территория нужна для задания. Но пока погнали. Небольшая война. Надеюсь никто на нас сейчас не нападет. И тут я Молдавии помогаю расширяться. Как видите. 25% вклада. Надеюсь они мне отплатят денежкой. Да здравствует коллекционная война. Нагаи. Савары. Черкесы. Крым. Кипр. Орда. Сербия. Венеция. Запорожье. Я честно говоря не понимаю. Зачем они напали. Как бы здесь расклад. И говорит о том что мы победим. Единственное до Нагаев далеко бежать. Но с другой стороны здесь прям смотри какой блок территории. Через который нам надо будет пробраться. Поэтому погнали. Потихонечку выпиливать. Здесь как раз армия сейчас поднанимается. Отправим наши 24 тысячи сюда. А двадцатка пойдет тогда как-нибудь разбираться с Сербией. Надеюсь все пройдет успешно. Сразу же смотрите-ка. Минус одна венециан с карами. До этого еще была небольшая битва. Уже 20 тысяч потерь почти. Наглеем дальше. Наглеем дальше. У меня здесь хороший генерал. Ух тыж. Ух тыж. Успеем. Успеем выпилить. Ну ладно успела поддержка. Ну хорошо все равно победа. Неплохо. Уже 15 военный счет. Тут я тоже прибираюсь. Сейчас будем помогать. Ну что ж. Февраль 1500 года. Затягивать битву я сильно не буду. Заберем как раз территорию необходимую для выполнения миссии по Албане. А также заберем немного территорий у Сербии. Во-первых как раз по региону, который мне нужен. А также здесь вот крепость у нас есть. Тем самым у Сербии останется только столичная крепость. Да, можно конечно ее взять. Но тогда придется еще ждать, воевать. Поэтому давайте заберем так. Выйдем прям в ноль. Все. Это мир. 94 тысячи против 150 почти. Жесть. Потеря огромнейшая. Но еще одна коллекционная война выиграна. И следом задание на Албанию. И посмотрите что меня радует. Здесь на территории Ретна караманские сепаратисты. С моей территории, которые зародились, ушли туда и... Ну в плане их... Их требования приняли и все. И Ретна осталась Ретной. Я надеялся что Караман возродится. Грустно. И под финал серии я решил залететь в одну интересную войну. Во-первых с Ретной. А благодаря этому еще с Низаридами и Ордаланом. За нас никто не заступается. Кроме того я тут воюю сейчас. Вместе с Карой против Персии. Так что да. Здесь не очень хорошо. Но ладно. Ордалан вступается. Получается мы сейчас еще будем с ним воевать. Но это не проблема. Давайте здесь кстати сделаем. Генерала. И о. Хорошо повезло. И сейчас захватим сначала вот эту территорию. А потом выдвинемся всеми двумя армиями. Спокойненько на Низаридов. Они не такие уж и сильные ребятки. Если постараться. То вполне себе должны осилить. Так что вперед. У них будет еще 40-50. Но я думаю мы справимся. Давайте дадим бой. Я на самом деле здесь рискую. Ибо это горы. Но есть проблема у Низаридов. У них седьмой воинтех против нашего уже девятого. Так что мы должны себя здесь хорошо показать. И кстати. Прелигия. Это я же не поставил. Иконочку. Давай. На дисциплиночку. О. Смотри как хорошо пошло сразу же. Все. Шот арми. И давайте сразу на следующую. Все. Получается. Здесь всего 19 тысяч противника. О да. Да. Это звучит красиво. Давайте еще минус пятерку. Ну-ка успеваешь. Да успевает. Все. У противника 14 тысяч. Ну как бы вообще легко. Июня 1506 года. Смотрите-ка сюда. Вновь наш Каир. Двигаемся дальше. Ну как вы видите. Низариды еще готовы воевать. Но наша армада здесь громит все и вся. Я Ретну уже захвачен. А сейчас тут с Ардаланчиком разберемся. И флот кстати вражеский тоже выбьет. Мы победили на воде. Упор на флот дает о себе знать. Взяли Александрию. В октябре 1506. И посмотрите какая красота. Он опять приводит армию в один стак. Ожидая что я приду и его разобью. Да. Ну как бы ничему он не учится. Поэтому минус еще одна армия. А нет. Сначала 5000 минус еще сделаем. Чтоб не повадно было. А потом пойдем в Дамаск. Нас тут кто-то согласен поддержать. А Черников. Но знаете от него тут толка нет. Пойдемте лучше выбьем армию противника. Дамаск притом пал. Он опять здесь 13 тысяч собирает. Мне кажется он хочет всех своих рекрутов просадить. Там кстати армада откуда-то взялась у противника. Но это не проблема для нас. Минус одна армада. И давайте отсюда их тоже наверное. Хотя давай кого тут поймаем. Я не успеваю да. Давай тогда вот так вот поймаем. Отлично. И еще. Ох. Больно конечно. Больно. Но побед за нами. Тут к сожалению не всех выбили. Но все же частичненько так. Подчищаем всех людей. Которые он нанимает. И все хорошо. Даем важный бой. Нам надо его выиграть. Отлично. Шотнуть успели армию. Прежде чем пришла другая. Которая тоже шотнулась. 2000. Незариды только что потеряли все. Все что у них было. Ну-ка давайте-ка посмотрим по армии. По противникам как раз. Все. По нулям. У них просто 45 тысяч рекрутов осталось. И все. Просто Незарида за эту войну полностью унижены. Что ж. Не будем затягивать войну с Незаридами. Я их и так ослабил неплохо. Так что давайте заберем немножко территорий. Которые мне прям нужны. Вот эту троечку. И можно на самом деле на остаток было бы. О. Развитие в столицу кстати угнать. Но они не хотят. Да и в целом. Ладно. Давайте что деньжат просто подсобираем. А то у меня там займ небольшой. Надо с ним выплатить. Во. Прекрасно. Почему я взял эти провинции? А потому что смотрите-ка. Миссия на захват Сири. Бамс. Все. А теперь у нас по дипломатии. А. Ну в принципе. В принципе все нормально. Мы почти все захватили. Кроме этих трех новых территорий. На которые нам сейчас и дали претензии. Палестина тоже захвачена. Мы на 15 лет получаем престиж легитимности. Силу миссионеров. Ох. Кроме того силу патриарха. Ладно давайте возьмем сейчас. Или наверное подождем. Знаете. Да. Лучше подождем до следующей войны. Хотя сила. Сила миссионеров. Мне сейчас тут веру сменить можно будет. Да ладно давайте сейчас. У меня потому что здесь очень много территории. Здесь сейчас как раз сунизм можно сменить на православие. И вот он. Упор в православие тоже будет. Не переживайте. Но давайте национализировать. Это добро очень дорогое. Хотя наверное знаете. Я подожду немножко. С такой военной усталостью национализировать явно не стоит. А тут мы забираем с вами две территории. Забираем максимум денег. Вот так вот. Ждем немножечко. Все. Бах. И выполнено еще одно задание. На захват как раз таки Малайзии. Здесь получаем в Константинополе. Смотрите-ка буст. Кроме того. Буст на Мэн Пауэр. У нас теперь вообще под 674 между прочим. Хороший прирост. Ну и по дипломатии мы получаем претензии как раз видите. На Эмиретию. На Грузию. На Кейнлю. Ну и его. Да. Красота. Посмотрите. Здесь на Египет. На Тунис. На Сицилию. Все это должно стать рано или поздно нашим. И на такой прекрасной военной кампании. Сирия подходит к концу на дворе. У нас январь 1510 года. Посмотрите на нашу мощную и сильную Византию. Самое приятное что армия теперь уже под 44 тысячи. Я сейчас еще до найму. Деньжатки у нас теперь идут в плюсе. У нас достаточно неплохие союзы как раз с рядом стран в русском регионе. С Рутеньей и Черниговым. Хоть они и были слегка разбиты Ордой. Но ничего. Союзы это хорошие. Также союз с Каракенлюз. С Молдавией. Которую мы скоро скорее всего променяем на кого-нибудь. Ну и Сицилия. Нас ждет в гости. Надо уже высаживаться. Здесь Мадьяры как раз в союзниках. Мы им отомстим за то что они нас кинули. Будет хорошим делом. Ну и заодно в Италии заимеем плацдарм. Все таки дошли уже до Александрии. Надо бы и к Криму теперь приближаться. Надеюсь прохождение вам нравится. Если так. То поддержите своими лайками. Комментами. Оставляйте советы и предложения. Ну и до скорых встреч в новых сериях. Где мы продолжим за Византией упирать в православие. Сменим вот здесь как раз веру. Ну и будем дальше увеличивать свой флот. Ибо Византия с упором на флот и православие это то что вы просили и то что я для вас делаю.